Соперник играет достаточно медленно, он стягивает команду, в данном случае нашу, на свой уровень по движению. Кажется, что мы можем легко их накрывать и переходить в атаки, а вот именно чисто психологически команда начинает играть примерно в их темпе, и в результате очень сложно добиться преимущества, и при этом любая ошибка, она может привести гол, и появляется такая легкая нервозность у игроков, и поэтому игра получилась такая сложнее, чем она могла бы быть. И неприятно мне то, что игроки именно сваливаются на такой темп и не могут играть по тому заданию, которое они получают до матча. Но с другой стороны, я понимаю, что мы сыграли очень много матчей, там три в Швеции, мы сейчас два матча уже здесь сыграли, то есть мы практически за 10 дней сыграли пять матчей, это достаточно много. Мы ведь рассчитывали, что будет у нас пять звеньев, и мы хотели их менять, чтобы у нас люди были свежими, а получается, что мы играем примерно одним и тем же составом, и в этом есть сложность. Но хорошо, что мы справляемся с этой сложностью. Эпизодически я сегодня переходил на три состава, это чтобы, как я вам вчера сказал, в игровом режиме потренировать и Григоренко, и Гончарова, и Майорова. Поэтому они получали чуть больше игрового времени, чтобы они смогли набираться сил в матче. Мне понравилось, как сыграл наш вратарь. В принципе, мы достаточно дисциплинированы были в обороне, не было у соперников такого большого количества моментов. В ногу мы сами сожгли хороших игровых моментов. Ну, я думаю, что не совсем четкая игра в числе Миральницы, она как раз объясняется тем, что мы не в самом свежем состоянии сейчас. Почему не удалось все-таки? Ну, потому что мы видели сегодня Энкеста не в нормальном состоянии, мы проиграли много вбрасываний. Я думаю, что это именно из-за утомления. Пропали эмоции, поэтому потерялась концентрация. Ну, это достаточно логично. Нет эмоций, нет концентрации. Так, вроде все в порядке. Модный парень, а я не могу никак подобраться под него. Поэтому здесь так, нужно полная мобилизация, чтобы играть в такие матчи. В третьем периоде вы перевели вчера во второй паре, значит, что это тактические персонажи? Да, я просто его не в третьем, а в первом, во втором перевел. Просто мне показалось, что Логинов немного медленный. Мне нужно было просто усилить начало атаки, ускорить. Потом в отборы более активными делать. Нельзя против такой команды играть так пассивно на синей линии. Мы хотим играть более активной обороной. А получается, мы играем медленно. Поэтому отдаем территорию сопернику. Этого не следует делать. На ваш взгляд, как сыграли? Это армирование? Мне кажется, что очень хорошо. Просто самое приятное даже не как они сыграли. Мы увидели просто их потенциал. Мы увидели и технику, мы увидели и новые ходы какие-то. Они же не играли никогда вместе. И мне очень нравится, что Евгений Бодров, он может связать любые пары крайних нападающих. И получается достаточно конструктивная игра. Я думаю, что это хорошее преимущество. Спасибо вам. Последний вопрос. Получит ли Андрей Литвинов игровую практику в следующем матче? Мы сейчас подумаем. Я думаю, что нам важнее сейчас не столько Андрей Литвинов и получить игровую практику, сколько первый вратарь, который готов был к чемпионату. И мы сейчас подумаем нам поставить Энквиста, поставить Никласа и Светберга. И может быть он будет вторым вратарем. Но я не думаю, что задача именно сейчас ему дать играть и как бы заботиться о его форме спортивно-важности. Определиться, чтобы первый вратарь был в порядке перед первым домашним матчем. Спасибо.